Площадь дружбы. Несмотря на час пик, пассажиры движутся не спеша. Ведь под ногами ледяная корка. Риск скатиться прямо под колеса общественного транспорта слишком велик. И такая картина на многих остановках. Под колесо ноги улетят, только так запнешься, в смысле подкатишься и туда. Так чистить надо лучше. Дворники вообще не работают, можно так сказать. Неудобно ходить. Подскальзываются люди, падают, пока доходят до автобусов, так же, когда и выходят. Вообще ужасное состояние дорог. Некоторые водители автобусов останавливаются слишком далеко от остановок общественного транспорта. Чтобы пассажирам попасть в салон, им нужно преодолеть расстояние примерно полтора метра. А эти участки, как правило, самые неубранные, как следствие, самые травмоопасные. Другая проблема – снежные валы возле бордюров. Дорожная техника, расчищая проезжую часть, сгребает снег к обочинам. Люди прыгают, как горные козы. С риском для здоровья. Выходишь, подкарзывался, хлоп, на пол. Вот и приходится. Сюда котонку поставил, спустился туда, поставил, потом залезаешь. Трижды надо эту сумку поднимать и самой спускаться. Ситуация с содержанием остановочных комплексов в городе достаточно сложная, признаются в городском департаменте дороги транспорта. Причин масса. Припаркованные в неположенном месте и затрудняющие уборку автомобилей. Неудовлетворительная работа подрядных организаций. У водителя есть возможность посредством прямой речевой связи, при выходе на линию, сообщать обо всех замеченных им недостатках содержания уличной дорожной сети, такие как непочищенная разворотная площадка, какие-то проблемы на конкретных определенных остановочных пунктах, сообщать старшему диспетчеру. Дальше у диспетчера есть инструкция, согласно которой он доводит эту информацию до ответственных служб для принятия соответствующих мер. Но вышеупомянутая схема на деле работает далеко не всегда. Поэтому чиновники просят подключиться к наведению порядка самих пермяков. Сообщать о всех недочетах в городской департамент дороги транспорта или по телефону горячей линии 250-25-50. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.